Строительство проекта «Западные ворота столицы» началось еще в 2001-2002 годах. Тогда корпорация «Союз Возрождения» договорилась с командитом Товариществом социальной инициативы и компанией о финансировании строительства жилого комплекса площадью 200 тысяч квадратных метров. Работы остановились еще в 2006 году по причине отсутствия средств и банкротства социальной инициативы. За это время комплекс сменил еще одного застройщика – инвестиционно-строительную компанию NBM, который лишь увеличил число обманутых дольщиков почти вдвое. Несколько лет назад для решения проблемы долгостроя правительство Московской области привлекло группу компаний «ПИК». Новый застройщик уже сдал в эксплуатацию второй и третий корпуса. В общей сложности более 900 квартир. На сегодняшний день открытым остается лишь вопрос по четвертому корпусу. Мы проводили обследование корпуса 4. Он находится в аварийном состоянии. На корпусе работы по его консервации не проводились. Я как застройщик своей лицензии и ответственностью своих сотрудников, достраивая корпус 4, рисковать не буду. Для решения проблемы обеспечения квартирами всех обманутых граждан группа компании «ПИК» начала возведение на соседней площадке двух новых корпусов – 4.1 и 4.2. На сегодняшний день работы ведутся без отставаний в соответствии с согласованными графиками. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. Выполнены необходимые подъездные дороги, разработаны котлованы, ведется забивка, точнее фактически уже выполнена забивка пробных свай. Планируем, что заключение лаборатории по их несущей способности мы получим до конца этой недели. И со следующей недели начнем массовую забивку свай. Центральными темами встречи стало перезаключение договоров с новым застройщиком, закрепление квартиры за конкретными гражданами, а также фиксация количества причитающихся квадратных метров. Как сообщила директор департамента правовой защиты группы компании «ПИК» Ирина Тимошенская, единственным возможным вариантом является заключение предварительных договоров купли-продажи. Кроме того, собравшимся рассказали о методике распределения площадей в новых корпусах. Если у нас идут взаиморасчеты, скажем так, мы не можем предоставить площадь, допустим, той квартиры, которую вы приобрели, и предоставляем больше. Но пока мы видим, что речь идет о разнице в пяти метрах. То есть, соответственно, мы предоставим вам большую площадь на пять метров, мы с вас никакие денежные средства брать не будем. При желании существенно увеличить площадь квартиры или переехать из двушки в трешку, квадратные метры можно будет докупить, но уже по рыночной стоимости. Застройщикам подготовлена предварительная шахматка, распределение квартир между дольщиками. Документ передан на согласование в Минстрой. Остается надеяться, что в скором времени проблема старейшего долгостроя Одинцовского района будет решена. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.